МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раньше его называли магическим кубиком и абсолютно заслуженно. В этом процессе есть нечто завораживающее и, безусловно, таинственное. Механическая головоломка, изобретенная в прошлом веке, до сих пор продолжается занимать умы. Если поставить все изготовленные кубики Рубика в ряд, то они протянутся почти от полюса до полюса земли. Заниматься приходят все, от мала до велика. Те, кто просто увидел случайно на рынке, в магазине, купил в интернете, в любой возраст. В 21 веке кубик Рубика продолжает набирать армию фанатов, а теперь головоломка стала спортивным снарядом. Спидкубинг – это спорт, смысл которого – в скоростной сборке. Существует множество дисциплин, начиная от классического Рубика 3х3 и заканчивая головоломками, нестандартной формой или сборкой ногами. Регулярно по миру проводятся официальные соревнования по спидкубингу, а в России и в странах СНГ такие соревнования начали проводиться с 2009 года и проводятся по сей день. И теперь дело дошло и до Самары. Есть определенное количество дисциплин, которые участвуют в соревнованиях, например. Их официальный культсадь – дисциплина 18. Там некоторые, повторяюсь, то есть кубик Рубика одной рукой, двумя руками слепую и так далее. А других видов плавало просто бесчертное количество. Каждый новый день придумывают и веревочные, и деревянные и так далее. Сам процесс сборок для меня больше хобби. Например, ждешь очереди в поликлинике и собираешь, 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 и все время проходит незаметно. Особенно в транспорте. Я сейчас живу в Москве, и поэтому там добираешься по часу, и это с удовольствием коротает мне время. Ученые доказали, что от кубика Рубика сплошные плюсы. Невероятно, но факт головоломка может улучшать дикцию. Отдел, отвечающий за мелкую моторику рук в нашем мозге, находится там же, где отдел, отвечающий за речевой аппарат. Андрей Работа занимается продвижением спидкубинга в Белгороде. Он уверен, что с помощью этой головоломки может стать сверхчеловеком. Развивает логическое мышление. Во-вторых, память. Если обычно люди, те, кто тренирует, например, дисциплину, сборка кубика Рубика вслепую, например, я вот собираю кубик Рубика вслепую, это очень хорошо развивает память. Также моторика рук, то есть нужно уметь очень быстро его вращать, для того, чтобы достигнуть каких-то наивысших результатов для себя. Ну, и как бы сам по себе я работаю у программистов, я сталкиваюсь с цифрами каждый день. И, ну, просто мне это интересно, это занятие. Плюс как-то людей, общаться с теми людьми, для которых это интересно. Собирать какие-то, ну, как сказать, мероприятия, организовывать, да, для людей. То есть помогать просто людям находить друзей в этом обществе. За долгие годы своего существования кубик Рубика претерпела различные модификации. Сегодня кубик Рубика существует как в классическом виде, так и в новых вариациях. Помимо знаменитого магического кубика существует змейка Рубика, шарик Рубика. Одной из последних модификаций кубика Рубика является зеркальный кубик Рубика, выполненный зеркальными гранями, на каждой из которых квадраты разных размеров. Собирать такой кубик сложнее ввиду его объемности. Разобранный куб выглядит в виде нагромождения параллелепипедов различных размеров. Некоторые за сутки просто смотрят инструкции, собирают по ним. На следующий день уже начинают время свое улучшать, улучшать, улучшать. Доходят до секунды 20-15 и становятся мировыми рекордсменами. Всего полгода тренировок. Полгода, почти каждый день. Кручу, кручу, кручу. Всегда. Я вот собираю. Сначала, сейчас, на секунду. Сначала собирается два слоя, потом собирается третий по формулке уже. И потом меняются местами. И все, куб собран. В Самаре любители головоломок объединились в клубы. Для того, чтобы стать спортсменом в дисциплине спидкубинг, не обязательно быть в отличной физической форме. Достаточно огромного желания. Сам спортивный снаряд с легкостью можно приобрести в магазине. В тайне каждый спидкубер мечтает об одном – поставить свой рекорд. История идеальных игроков пока заканчивается на нескольких именах. Сейчас официальный мировой рекорд в сборке кубиков единичной попытки составляет 5,25 секунды. Он установлен американцем Кольном Бернзом. Сейчас в России набирают обороты движения спидкуберов, развиваются интернет-ресурсы, регулярно проводятся встречи и организовываются соревнования. Число русскоязычных любителей головоломки только растет, и атмосфера от этого становится все более интересной. КОНЕЦ